Приветствую вас, мои дорогие подписчики, уважаемые гости канала Любимого ТВ. С вами Татьяна Любимова, я природная ведающая. Сегодня у нас деликатная тема, для многих щекотливая тема. Называется она «Любовь женатого» либо «Разговор с его душой». Что думает он о вас, как ему в тех других отношениях? Вы можете быть одинокой девушкой и полюбить женатого человека. Вы можете быть замужем, либо в отношениях в целом. И вы также полюбили человека несвободного, состоящего в отношениях, либо официально женатого. Но может получиться и так, что вы замужем, а молодой человек – мужчина, свободный, как птица в полёте. То есть здесь скорее проиграется для тех из вас, для которых на данный момент союз этот либо невозможен, очень много препятствий, но есть тяга либо в одностороннем порядке, либо взаимная, безумная тяга друг к другу. И всё нужно скрывать, держать в секрете. Вот, скажем так, у нас сегодня будет просмотр по поводу человека в очень-очень ограниченных обстоятельствах взаимодействия. Даже если у вас была близость, если вы встречаетесь уже как любовники. Но в любом случае вам нужно всё держать в очень строгом секрете. То есть, повторюсь, что тема направлена сегодня на эту. Вот это тонкая гранщик, отливый вопрос. Давайте посмотрим его отношение к вам. На двух колодах буду сегодня работать. Значит, давайте сейчас посмотрим. Первое. Кстати, сразу по ходу скажу, что один у нас будет сейчас вариант или без вариантов. Вот, выпало два аркана, император там стучит, стучит в дверь император. Мы посмотрим, что на самом деле повторится, не повторится. Не буду я отдельно эту карту сейчас выкладывать, скажем, для просмотра. Итак, дорогие, сейчас смотрим, что за человек. Смотрите, резонирует с вами или нет. Так, вот, кстати, вышел император, выпали карты, и там была шестёрка мечей. Уже идёт повтор. Смотрите, опять солнце. Позитив. Значит, всё будем мягенько сглаживать сейчас. Все удачные либо неудачные варианты. Нету такого удачного, неудачного. Главное, ваше отношение, как вы воспринимаете для себя информацию. Я надеюсь, что вы подготовлены и будете воспринимать сознательно, осознанно. Итак, дорогие, если сразу не бьёт, то, пожалуйста, смотрите другие видео. Если вы прям чувствуете, что не ваше, не надо себя мучить. Итак, поехали. Шестёрка мечей. Смотрите, человек либо работает... Всё, что связано с движением. Работает как водитель, как в какой-то транспортной сфере. Что-то связанное с командировками. Либо как дальнобойщики, например. Либо же люди, которые едут на какой-то период времени по контракту работать. То есть есть передвижение. Кто-то осознанно выбирает такси, например. Либо перевозки различные. Либо здесь человек, который любит движение и путешествия в целом. Причём здесь уже идёт по шестёрке мечей. Не старший аркан. Но это очень серьёзный аркан для того, чтобы сказать, что человек устал. Либо от отношений, которые у него есть сейчас. Либо от всей ситуации. Он хочет движения. Он хочет новизны в своей жизни. Пусть даже будет тяжело поначалу. Но это, кстати, может быть и реальный переезд. А также этому может быть по соображениям. Знаете, как развития духовного не хватает. Но не нравится ему место, где человек проживает, допустим. И он действительно хочет уехать куда-то. За лучшей долей. А возможно, это всё-таки некий духовный план. Это выполнение, реализация своего личного желания, каких-то перемен. Новых отношений, возможно. Возможно, желание пуститься в путь, чтобы вообще понять, что же человеку нужно на самом деле. Нужны ли ему отношения. Устраивает ли его та работа или та атмосфера, тот круг общения, где он находится. Здесь какое-то продвижение к новому, к новой жизни. Действительно, если так взять, условно говоря, что есть у нас одно то, что мы проживаем, а стремимся к другому. Даже если сложно, то здесь идёт некое движение. Причём сознательное. Нужно. Он понимает это головой. Дорогие, а вот давайте всё-таки сейчас возьмём ещё дополнение. Что здесь нам показывают? А здесь девятка котлов. Человек безрадостен, а должен уже сейчас, он хочет быть статусным человеком. Он должен вот в это время, на данный момент, иметь уважение, иметь какой-то выбор. То есть у него должен быть совершенно другой статус, более высокий. Он работает, он трудится, он что-то меняет. А мог на самом деле уже принимать, вы понимаете, добиться чего-то, какого-то статуса, какого-то положения, и просто принимать гостей, угощать их, радоваться жизни. Это на подсознании. Очевидно, человек идёт к лучшей доле, потому что его статус ниже того, на что он рассчитывает вообще по жизни. И ещё, дорогие, у многих может быть как минус, это увлечение вредными привычками. Опять же, мы эту тему, я не всегда её рассматриваю, но вот несколько видео, последних всё-таки я обращаю внимание на этот деликатный вопрос. То есть человек может ударяться в алкоголь, потому что у него нет движения. Или же он не движется, потому что есть некие ограничения, на что нужно обратить внимание. То есть тут и плюс, и минус нам показали. Какой он видит вас? Какой он видит вас? Дорогие, вот у вас здесь либо ссора произошла, либо взята пауза, потому что двойка кубков – это слияние двух душ. Не просто двух тел, а двух душ. Это взаимные притяжения, любовные притяжения. Это союз мужчины и женщины. Неважно, есть ли у вас отношения на данный момент. Вы друг для друга, партнёры, для которых важна глубина чувств. Важна глубина эмоций. И здесь есть любовь и романтика. Здесь есть эмоциональные притяжения. И физический план здесь окрашен чувствами. То есть это не просто страсть, как страсть, а именно идёт очень нежная, либо сильная пылкая влюблённость. Но может быть такая романтичная влюблённость. То есть это не оставляет равнодушным ни его, ни вас. Но что-то может быть всё-таки под запретом, либо не сразу реализовываться. Посмотрим, почему. Девятка счетов. Вы для человека как счастливый случай. И ваши встречи могут быть от случая к случаю. И, скорее всего, ваши отношения, они тем и хороши, что это как подарок. Подарок судьбы. Это радость редких встреч. Это радость тех тайных отношений, когда ваши чувства взрываются, когда у вас летают бабочки, когда уровень гормонов повышается. И когда вы очень романтично можете друг о друге думать. И думаете, ну, как хорошо, что у меня есть этот человек. То есть всё-таки редкость встречи здесь идёт на пользу. Вот на данный период времени. Или на тот период, который вы себе загадали сами. Чтобы всё было по-честному, давайте спросим, а хочет ли он вам нравиться? Каким он хотел бы пред вами предстать? Как бы он хотел, чтобы вы его видели? Семёрка Жезлов. Он готов показать себя как человек, который умеет защищать свои отношения, свою женщину. И я так понимаю, если ситуация разовьётся, что будет что-то известно о вашей связи, всё равно он заступится. Всё равно он либо возьмёт вину на себя, скажем так, на человек, который готов отстаивать, свои чувства, даже тайны и свои желания. Здесь он наступает как мужчина, как воин, готовый дать отпор. Давайте ещё посмотрим, что там. Ещё добавочку возьмём, да? Вынужденное бездействие. То есть ситуация, она действительно пока не может дальше продвигаться. Куда ни кинь, везде клин, но это ситуация внутреннего исцеления, внутреннего преобразования. Возможно, человек просто устал в той ситуации, в той своей нише, в которой он находится. И союз с вами — это волшебный случай, это подарок судьбы для него. И это радость. Пусть не частая, но это радость. И момент показан, когда он может постоять за отношениями, и в то же время он думает, что было сделано неправильно, что он делает неправильно сейчас. Пытается разобраться, что ему нужно сделать дальше. Но придя к внутреннему исцелению и очищению, сейчас вынужденное бездействие, это может быть даже как при заболевании, при снижении интереса к обыденному, к повседневному, к тем процессам, которые нужно решать здесь и сейчас. То есть есть. Со стороны его могут видеть немножко таким подвядшим. Кстати, давайте посмотрим, вот та вторая сторона, каким его видят. Каким его видят. Но, кстати, он хотел бы скрыть от вас, что происходит у него сейчас на душе. Он это хотел от вас скрыть. Поэтому может не раскрывать сильно душу. Он хочет показаться сильным для вас. Сильным, важным человеком, мужчиной. Итак, давайте посмотрим, та третья сторона, каким она видит этого мужчину. Здесь есть некий момент ушедшей радости. То есть это может быть ситуация, когда там тоже есть чувства. Просто эти чувства уже идут на спад. Или достигли определенного момента, когда больше дружеское что-то. Или же интерес вдвоем, когда есть, допустим, общие друзья, родственники, когда собираются, есть о чем поговорить. То есть здесь идет на показ. Отношение на показ. И давайте-ка еще посмотрим. Добавим. Добавим. Королева мечей идет. Она его видит. Женщина, конечно, умная, расчетливая, продвинутая. Думает головой, прежде чем что-то сделать, скорее всего. Может быть очень критично. И холодна. Временами холодна. Возможно, там уже нет... То есть на показ. Чувства идут на показ. Когда есть друзья, когда есть общество, когда есть с кем поделиться, похвастаться своими достижениями. О том, что у них, возможно, прекрасная семья, хороший быт. Эмоции еще есть. Игра на публику, скорее всего. У нас только вышла перевернутая первоначально. Королева мечей. Расчетливая женщина. Так она и относится. Возможно, она вытягивает эту энергию своего партнера. Возможно, и так. Вы ему идете как счастливый случай, как подарок судьбы. И какая-то надежная, любимая женщина, да, и надежная женщина. А здесь идет умная женщина, расчетливая. И в том же русле, если говорить, ну, не совсем уж она плоха, но пытается соблюсти хорошее лицо при плохой игре. Скучает ли он по вам? Давайте спросим сейчас. Вот прям скучает ли он по вам? Дорогие, скучает и пытается сохранить баланс и равновесие. Вот, кстати, опять же, умеренность, да, старший аркан, здесь нужно исходить из того, что у него уже есть. Пока на что-то большее он не может надеяться и рассчитывать. И сейчас, вот, кстати, четверка мечей и вопрос у вас, да, и, во-первых, вы его можете гармонизировать. И понимая, что он не может делать резких движений, но вы его вдохновляете и воодушевляете тайными встречами или перепиской в вашем общении. при том, что нельзя прыгнуть выше собственной головы, а с другой стороны, здесь идет приятное расслабление. То есть иногда он считает, что ваша встреча как спасение, вы как прекрасный баланс, что у него не особо завышенные требования вообще к жизни, по сути, да, и он хотел бы перемену, он понимает, что это сложно, и нужно довольствоваться тем, что есть на данный момент. А давайте еще спросим, когда уже чувствует ли вот эта третья сторона, что ее муж, ее человек, партнер, и важно, там, гражданский брак у них или официальный, или они встречаются просто не проживая вместе, что этот мужчина влюблен, что его сердце занято и мыслью другой женщиной. Знает ли она об этом, чувствует ли она это? Ух, да. Да, но она, здесь большая интуиция и большая склонность к манипуляции. Если этой женщине будет выгодно, то она все сделает для того, может даже вида не показать, при этом манипулируя очень четко и занимаясь своими делами, при этом, ну как бы, знаете, здесь как серый кардинал. Человек, если поставил перед собой задачу, то будет двигаться к этой цели. И она понимает, что женщины четко, все-таки большинство очень четко интуичат, когда мужчина не с вами, когда мужчина отстраняется. Она это знает, но она как-то пытается владеть этой ситуацией, пытается манипулировать, возможно, прибегает к магическим, эзотерическим методам воздействия. Но, скорее всего, эта женщина повышает сама у неё высокий уровень энергетики, да, ну хотя, может быть, за счёт каких-то манипуляций. Да, здесь ещё и луна перевёрнутая. Очень может быть и магия луны, влияние на подсознание, управление какими-то, вы знаете, манипуляция, как страхами, ультиматумами, да, ставить, чтобы человек чувствовал эмоциональный диссонанс. Она умеет как-то управлять, ещё умеет плюс подсознанием, какими-то страхами человека. Возможно, там идёт манипуляция ещё и, ну кто-то, знаете, детьми манипулирует, кто-то не даёт, там, уйдёшь, не дам встречаться, да, кто-то манипулирует деньгами, стабильностью, нажитым и так далее. Кто-то своим здоровьем, кстати, может быть, это так. То есть здесь идёт очень грамотная манипуляция, хотел сказать, манипуляш, который затрагивает очень глубокие ноты подсознания вообще. Такой хороший психолог, ещё можно сказать. Давайте ещё спросим для вас вот эта встреча, эта связь, она сейчас в позитивном ключе или она всё-таки энергозатратна? Мужчине мы видим, что ему хорошо, а вот для вас ваш мечей это нужно дополнить. Вы как бы находитесь в боевой изготовке, да, готовитесь, если обрушится сплетни или негатив какой-то, как воин, ну, очень молодой воин, ещё неосознанный, такой, несознательный, да, то есть ваше, ну, может быть, даже критикуете где-то, но это как ещё, как-то немножко по-детски, критикуете другие отношения. Ну-ка, ещё, и ещё. Дорогие, смотрите, у вас идёт не столько энергопотеря, сколько вы уходите в состояние добровольной эмоциональной изоляции от общества, от других встреч. Возможно, вы закрылись, и вы, многие чувствуете себя не очень хорошо без этого человека. Если нет переписки, если нет общения, то есть у вас, видите, здесь пять котлов, и трое как бы уже опустошены, разлиты, разбиты, но есть некий сосуд, вот ещё два, они наполнены радугой, энергии радости, счастья, но мы видим, что человек стоит с опущенной головой в какой-то неимоверно непонятной рясе или в чём-то таком, в рубище в каком-то, ну, в общем, в каком-то одеянии очень аскетично, то есть есть ещё радость, но вы её пока не замечаете, есть радость жизни, есть ещё некие шансы, то есть здесь чаще всего идёт углубление в свои острые негативные эмоции, в состояние депрессии, но это негативить вас как бы никто и внешне не заставляет, ситуация нет, не такая, не настолько серьёзная на самом деле, насколько вы предаётесь, когда вот этой безутешности, да, и не видите позитива. Смотрите, вроде всё, но не видите, да, кстати, вот эти полные чаши, они стоят позади вас, то есть вам только развернуться нужно, в принципе, вы даже эту радугу не видите, не видите, что она наполняет ваши кубки, то есть у вас ещё есть шанс, радость, вы обязаны просто быть счастливой. Я уже повторяю не единожды в своих видео на личных приёмах, что нужно быть счастливой самой по себе. Здесь похоже, что вы очень много поставили на этого человека, и вы физически стали зависимы от эмоций, которые он вам даёт, которые даёт ваше общение. Опять же, на расстоянии вы или вы лично общаетесь, редкие вот эти ваши встречи или тайная ваша связь. Очень глубокая зависимость. И здесь вы можете уйти просто так глубоко и далеко в негатив, что это начнут замечать ваши близкие. Ну, а вам как бы всё равно. Здесь уйти в какую-то свою пещеру, норку спрятаться. Но это урок. Эти отношения нужно воспринять как урок. То есть, насколько вы этот уровень пройдёте сами, как вы справитесь, от этого будет зависеть и дальнейшее. Ваше состояние, ваше благосостояние, эмоциональное, ваше отношение в целом. То есть, тут вам надо как-то выбираться, да, заземляться, эмоции негативные, всё это брать в руки себя, да, это всё должно быть под контролем. Ну, то есть, вы должны как-то понимать, что таким образом через вот эту ситуацию вы становитесь духовно богаче и более сознательны, более понятны самой себе и достигаете каких-то новых уровней. Что хочет сказать вам его душа? Что бы он хотел сказать вам сейчас? Что хотел бы для вас до вас донести? Король щитов. Очень хочет быть для вас надёжным человеком, понятным человеком, чтобы вы знали, что он не может сейчас действовать очень быстро. Он обязан быть человеком заземлённым, стабильным. Кстати, у него должны быть какие-то запасы, но этот человек говорит о том, что вы важны для него. Он понимает значимость, которую вы привносите в его душу. Он хотел бы быть защитником, заботливым человеком, любящим человеком, но он не может сделать более того, что есть на данный момент. Пока не может. Потому как есть другие отношения, где он тоже должен соблюдать вот эту стабильность. Таковы правила. И тем не менее, он вышел к вам сам. Он не прячется. На данный момент он не может разрушать то, что есть у него. то есть та его жизнь, его личная жизнь, которая сложилась. Он не может её разрушить. Хотел бы быть значимым для вас, мужчины, надёжным, но хочет, чтобы вы его поняли. Почему он поступает так или иначе? Точнее, иногда, может быть, даже отсутствие каких-либо поступков. Итак, совет, рекомендация для вас. Вам тоже нужно быть сильной. Нужно быть стойкой. Уметь давать отпор. Взращивать себе энергию солнца. Огненную энергию. То есть, уметь противостоять тычкам. Мне здесь очень нравится. Тут роза, крепость, да, и жезлы, направленные на человека. Он готов к обороне и готов держать удар. Просто будьте готовы держать удар. Роза, как символ чего-то светлого. Чего-то светлого, если брать в отношениях, то всё-таки я это сейчас прочитаю, как беречь свои чувства и держать удар от злопыхателей. Либо от того, что кто бы вам что ни говорил, но вы имеете право на свои чувства. Можете эти чувства также держать в своей душе. Проявлять, может быть, вовне вам сложно, так как всё-таки это тайная связь. И тем не менее, если вы с кем-то поделились и кто-то вам начинает читать мораль, то здесь нужно отдавать отпор. А лучше вообще-то не делиться ни с кем. Никаким подругам, никому. Вас ожидают скорые вести от этого человека вполне даже. Сейчас идёт решение какое-то, да, как 50 на 50. Нужно почувствовать стабильность. Вот когда будет стабильность, когда он сможет выйти с вами на связь, обязательно выйдет. Может, что соскучился. Возможно, захочет встречи. Вот здесь идёт опять манипуляция, но оно ослаблено немножко. Возможно, здесь вот воздействие ещё может влиять на принятие решения воздействия вот этого третьего лица, этой особы. Пишите в комментариях, как резонирует вот эта ситуация, как у вас она отрабатывается. Опять же, общий просмотр это не будет стопроцентное попадание, но вообще не должно быть такого, просто не бывает. И тем не менее, я надеюсь, что информация для вас была интересна, полезна, и вы для себя что-то подчеркнёте важное. Всем взаимной любви, до новых встреч, с удовольствием подписывайтесь на мой канал и ставьте, пожалуйста, лайки. И пока-пока!